С нами на связи Богдан Фернс, это кандидат политических наук и основатель социал-демократической платформы. Богдан, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Помнится, в ноябре мы уже с вами эту тему обсуждали, но тем не менее обсудим ее по новой. Итак, о чем сейчас пишут, в частности, издание Bloomberg, что Нью-Дели пытается убедить Москву и Пекин использовать определенный словарь. При описании российского вторжения в Украину речь идет о том, чтобы назвать его войной в Украине, а не войной России в Украине. Соответственно, я не знаю, конечно, что там именно дипломатическим путем собирается Индия, в чем убеждать Россию. По-моему, как раз эта проблема и остается с ноября прошлого года. Что, по сути, не называть войну войной такой, какая она есть и сделать все наиболее мягким образом, потому что нужно покупать дальше российскую нефть с дисконтом, а это выгодно. Я могу сказать, что, в принципе, для таких игроков геополитических, как Индия, как Китай, они не так глубоко вовлечены, во-первых, в контекст российско-украинской войны. Это первое. Второе. Пропаганда российская очень серьезно циркулирует. Я точно знаю в Китае. Часто можно, я подписываюсь на их официальные паблики, часто можно увидеть, как как раз нарративы российские ретранслируются к китайскими пабликами. По Индии, думаю, возможно, схожая ситуация. Это означает, что, во-первых, контекст не до конца понятен для средств массовой информации, для общества. А второе, ключевое, это отношение Индии, в первую очередь, к ситуации, связанной с российско-украинской войной. Она пытается балансировать свой подход, не вовлекаться активно на сторону западных стран, но в то же время проявлять свое желание к поиску компромиссов, как они это называют. Это, в принципе, схожая позиция с Китаем, который буквально несколько дней назад опубликовал свою позицию в контексте разрешения российско-украинской войны. Задача Запада, и мы увидели в предыдущем сюжете, господин Клеверли об этом обозначил, вовлечь Индию более активно в поддержку Украины и в консолидированное сотрудничество с западными странами. Я думаю, в этом сейчас основной приоритет. Индия — это сильная страна, и она не заинтересована, чтобы Китай, например, усиливал свое влияние за счет того, что называется углубленное сотрудничество с Россией. Поэтому здесь такая игра идет геополитических акторов, и от этой игры будет зависеть, каким дальше образом будут развиваться отношения как между Китаем, Индией, Россией, Ираном, так и западным миром. — А какие выводы для себя делает Российская Федерация из подобных саммитов? Саммит G-20, саммит G-7, саммит Украина-ЕС, который в Киеве проходил? Или это совершенно разные весовые категории, соответственно, и выводы-то разные? — Разные форматы. Это в первую очередь, да. Если саммит Украина-ЕС, это двусторонний формат. Как бы они, ну, россияне, они понимают, да, что они потеряли, я надеюсь, Украину навсегда, потому что Украина — это часть Европы. Они больше сейчас сосредоточены на вот как раз форматах большой двадцатки. Почему? Потому что работа на другие страны, вернее, углубление сотрудничества, использование своих инструментов влияния на политические элиты, укрепление экономического оборота, увеличение вот как раз странами другой географии, которые не вовлечены, опять же, напомню, в контекст Российско-Украинской войны. Сейчас для России это приоритетная внешнеполитическая деятельность. Это нужно понимать. Я бы рекомендовал нашим западным партнерам, в первую очередь Соединенным Штатам Америки, максимально усилить коммуникацию, дипломатическую работу как раз странами, которые занимают такую позицию наблюдения и которые используют контекст, складывающийся в свою пользу, помогая обходить санкции, усиливая сотрудничество с государством-агрессором и углубляя те или иные сферы экономических отношений. Инструменты у Штатов, так и у многих западных стран существуют. Рынки также приоритетные. Поэтому нужно сейчас сосредоточиться как раз на Азии, на Латинской Америке, в первую очередь на Бразилии, на Африке. Это основной приоритет. Поддержка Украины и углубленное сотрудничество с демократическими странами. То есть приоритет... Сегодня просто мы уже в третий раз обсуждаем эту тему. Это глобальный юг, по сути. То есть сосредоточение на глобальном юге. Ну, частично да. Но это, опять же, достаточно непростой контекст. Объясню почему. Вот у меня буквально несколько минут назад была встреча с вице-президенткой Европарламента Катериной Барли. Она обозначила, что страны такие, как Бразилия, другие латинские страны или же Ближнего Востока, они сейчас занимают позицию такое наблюдение. Почему? Потому что когда на этих материках возникали конфликты, Запад иногда также был достаточно пассивен в разрешении той или иной ситуации. И они эту аргументацию для себя используют, абстрагируясь от Российско-Украинской войны. В некотором контексте я с ней согласен, что, в принципе, к сожалению, они заняты больше своими вопросами, региональными, национальными. Контекст до конца, возможно, им непонятен. Хотя куда уж, да. Нам кажется, что весь мир видит, насколько эта война брутальная, агрессивная. И четко понятно, кто на стороне добра, кто зло коллективное. Но это не означает, что это понимание есть, например, опять же, напомню, в том же Китае, в Индии, в Бразилии и в других странах африканских. Они чувствуют на себе последствия войны, возрастающие потребности в продовольствии, цены. И это, конечно, раздражает иногда. И таким образом мы должны с нашими партнерами работать больше как раз с этими странами, чтобы они не только поддерживали наши инициативы в рамках Организации Объединенных Наций, но более глубинно понимали процессы, происходящие в контексте Российско-Украинской войны. Звучало от Reuters, ссылались они на свои собственные источники, что ЕС не поддержит заявление министров иностранных дел группы 20-ки, если в нем не будет осуждения войны России против Украины. И также писали Reuters, как я говорила, писали об этом Reuters. Тоже напомню, что ранее на встрече министров финансов, которые уже сегодня вспоминали, группы G20 в Бенгалуру делегаты спорили по поводу этого осуждения России за войну, но так и не смогли достичь консенсуса относительно совместного заявления. Ну, со стороны Европейского Союза поддержку мы видим, поддержку мы наблюдаем. Вот то, что вы говорите, да, причинно-следственные связи не всегда страны устанавливают глобального юга Азии. Кто должен донести эту информацию до них? А где мне должна Украина пояснять? Европейский Союз, возможно, США. Вот кто, чтобы вот эта причинно-следственная связь была понятна? Вы знаете, это многоуровневая задача, и она, к сожалению, за один день, за месяц, даже за полгода сложно реализуемая. Почему? Потому что я всегда говорил, что мы должны быть более активны в разных направлениях, особенно в дипломатических, до полномасштабного вторжения. Почему? Потому что, ну, как бы работать, усиливать сотрудничество с теми, кто уже и так на твоей стороне, это важно, это, конечно, особенно сейчас. Но Россия, наши, да, враги, которые напали на нашу страну, они же понимают, что Запад сейчас для них закрыт. И, скорее всего, на длительный период это будет очередная фаза, не фаза даже, а, возможно, там, новая холодная война. Поэтому они передислоцируются и усиливают сотрудничество вот как раз в контексте других географий. Можно по-разному воспринимать воежи Лаврова в Африку, конечно, на фоне, да, там, встреч в европейских столицах. Это диссонанс некоторый. Но также нужно понимать, что сейчас идет борьба за каждую страну, за каждую политическую силу. Должна идти эта борьба в разных географических измерениях. Африка, Азия, та же Индонезия, которая там ранее принимала, да, формат большой двадцатки. То есть там тоже внутренне, многие не понимают до конца, не знают, как бы истинный контекст российско-украинской войны. Абстрагируются, используют свои приоритеты во внешней политике, пытаются выжидать, так скажем. А это иногда не совсем в пользу и нам, и нашим западным партнерам. Поэтому в первую очередь дипломатия, политика, более фокусная работа с политическими силами той или иной страны. И в то же время средства массовой информации и даже межличностные отношения, потому что от них также зависит, особенно у тех граждан нашей страны, кто там занимается международкой, у кого широкая контактная база в разных странах. Мы должны все работать для того, чтобы мир знал цену этой агрессивной войны. Вот смотрите, третий, еще раз возвращаюсь, как бы мухи отдельно, котлеты отдельно. Если говорить просто, Индия планирует развивать связи с Евросоюзом и будет способствовать усилиям по прекращению войны против Украины. Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем. Немецкий политик указал, что Индия покупает большие объемы российской нефти со скидкой, а также зависит от Российской Федерации в вопросах военной техники. Также лидеры двух стран обсудили связанную с войной против Украины нехватку продовольствий и удобрений в мире. Ну, то есть, смотрите, тут опять же получается, что мы приходим к достаточно шкурным интересам разных стран. Я же говорил вначале, формулировка, там, война в Украине, но не война России в Украине. Давайте мы завуалируем под это все, ну, вот, казуистика, да, в некой степени юридическая. Может быть сформулировано так, что, ну, вот, Индия якобы осуждает Россию и призывает к прекращению агрессии. Не знаю, там, можно под это все что угодно подписать, что Россия, например, Индия призывает там вывести войска. На самом деле ничего подобного, просто Индия имеет НПЗ, и им нужно покупать российскую нефть, перерабатывать нефтепродукты и продавать точно так же в Евросоюз. Потому что в Евросоюзе действует эмбарго с 5 февраля. Ну, Индия — это не Германия, это не Франция, это совершенно другой контекст. Поэтому для меня, в принципе, это неприемлемо, но понятно, почему они так себя ведут. Вот я обозначил ранее, то есть у многих стран, у многих регионов есть свои претензии и к западным странам, где иногда активность в помощи и разрешении их конфликтов была минимальной. Поэтому они сейчас пытаются аргументировать это тем, что вот у нас есть зависимость, есть свои интересы, и продолжать отстаивать свои интересы даже с государством-агрессором. Поэтому мир, к сожалению, отчасти, он такой прагматичный, рациональный и жестокий. Иногда я имею в виду мир в контексте геополитических измерений. Нам этого не понять, не принять, но в этом направлении нужно работать. Если мы будем, опять же, не понимать контекст порой, который существует и региональный, и геополитический, можно еще усугублять ситуацию. Я думаю, сейчас как раз западные страны ведут активную борьбу как за Индию, так и за то, чтобы Китай с Россией не начал плотное сотрудничество в военной сфере. В этом основной приоритет. И тут хотелось бы, конечно, чтобы идеально и Индия, и Китай, и Индонезия, и Бразилия, и другие страны четко определили, кто агрессор, кто жертва, и прекратили связи. Таким образом, еще более изолировав Россию. Но реалистичность в короткосрочной перспективе низкая. Поэтому нужно работать в тех условиях и с тем контекстом, который пока складывается. Но шаг за шагом переубеждать потенциальных партнеров, чтобы они определялись уже и для той же Индии, для того же Китая. Рынок западный, он всегда был и является, и будет приоритетным, и интересным. И это аргумент. И вот, да, переубеждать, разъяснять, объяснять, для того, чтобы поддержка была. А вот как вы оцениваете, насколько мог бы быть весомый вклад со стороны Индии, со стороны Китая? Насколько мог бы быть весомый вклад в противостояние российской агрессии? Ну, это силы, развивающиеся экономически и в контексте ядерных государств. Поэтому их позиция, если бы она была четкая, да, с осуждением, с прекращением связи с государственным агрессором, она бы максимально ослабила позиции России геополитически. Поэтому, конечно, было бы прекрасно, если бы это реализовалось. Россия в любом случае понимает, что риск изоляции и зависимости ее от того же Китая, он возрастает. Та же Индия, она же не готова покупать за те цены, например, которые там были с европейскими партнерами. Они хотят скидок, они хотят меньше платить за нефть, за другие виды топлива. Но в то же время нужно понимать, что в этом контексте работают, опять же, в первую очередь, свои, как вы обозначили, там, шкурные интересы. Но это в рамках национальных интересов. И иногда нужно предложить более выгодные и контракты, и возможности со стороны западных стран, чтобы та же Индия более эффективно обозначала российско-украинскую войну и осуждала гречи. Вам большая благодарность за этот анализ. Богдан Ференц, кандидат политических наук, основатель социал-демократической платформы, только что был с нами на связи.